Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Я Бахтина Елена, и вы на моем канале, где все о здоровье, молодости и красоте. И мы разбираем мифы о стройности. И поступил такой вопрос. Ну, если тренироваться натощак, то, наверное, можно сжечь большее количество жиров. Это вопрос из категории... Ну, в общем, мне действительно сложно на него отвечать. Ну, давайте попробуем разобраться, прям весь механизм. Но справедливости ради я должна сказать, что я, пожалуй, тренируюсь именно натощак. Моя тренировка – это пробежка. Пробежка, которая длится 30 минут, 45 минут, в зависимости от настроения. Вот. Но я вообще не думаю в этот момент, что я это делаю для того, чтобы сожглось как можно больше жиров. Жиров. Напоминаю, жиры сжигаются в том организме, который ограничил углеводы. То есть тот организм, который в углеводах получает меньше энергии, чем сегодня способен потратить, точно запустит липолиз расщепления лишних жиров. Вот это нужно четко понимать. Тот организм, который имеет достойное количество мышечной ткани, в этой мышечной ткани много митохондрий, точно запустит липолиз сжигания жиров. Ну, давайте разберемся все-таки с точки зрения, есть до тренировки или не есть до тренировки. В принципе, нужно, конечно, поесть до тренировки, и этот прием пищи должен белок содержать. Потому что вы, наверное, тренируетесь для развития мышечной массы. Да? Наверное, все-таки у вас какая-то мысль есть на эту тему. А мышечная масса состоит из белок, да, аминокислоты. Соответственно, желательно эти аминокислоты дать, прямо с самого утра дать. Иначе организм может заортачиться и запустить стрессовый кортизольный механизм. Ну, как это бывает, я вам сейчас расскажу. Я на своем примере. Я проснулась, выпила кофеек и побежала на пробежку. А организм говорит, э-э-э, ты куда побежала? Я же на тебя работал всю ночь, и, соответственно, я перестраивал тебя всю ночь. И под утро вся та энергия и весь тот строительный материал, который ты дала еще вчера, у меня уже закончились. И мне сегодня нужно сделать определенное количество ферментов внутриклеточных. А для этого мне нужны аминокислоты. Определенное количество антител, потому что в любом случае иммунная система работает. Определенное количество гормонов тоже белковых. Дай! Он мне прямо так и говорит. Дай! Вот. А я побежала? Я побежала. Я побежала на свою пробежку. Поэтому имеет смысл утром действительно давать себе белковый завтрак. Почему именно белковый? Дадите углеводный? Вы в течение пробежки будете сжигать те углеводы, которые вы дали. Знаете, есть такие фитнес-завтраки. Фитнес-завтрак содержит примерно 60 грамм углеводов на 100 грамм продукта. Вы за пробежку 45-минутную никогда в жизни не сожжете такое количество углеводов. Но это такое дело. Все, кто меня слушает, уже перешли на белковые завтраки. Поэтому, если отредактировать вот мой режим жизни, то мне нужно, ну, хотя бы белковый коктейль утром выпить. Ну, собственно, я чаще это делаю, чем этого не делаю. Почему белковый коктейль? Лично в моем случае. У меня утром нет аппетита. Я знаю, что примерно у 50% людей вы сейчас сидите и киваете. Да-да-да, точно, у меня утром нет аппетита. Это называется, Лена проснулась, а ферменты ее еще не проснулись. Так бывает не у всех. Так бывает только у людей, у которых остановлены углеводные качели. Есть люди, которые вовсе есть не хотят. Это люди равнодушные к еде. Это люди с остановленными углеводными качелями. Но есть люди, которые просыпаются и срочно нужно что-то поесть. Это неплохо, это хорошо. Поддавайтесь. Лучше позавтракать, а потом пойти на физическую нагрузку, чем этого не сделать. Это уже точно, я вам серьезно говорю. Давайте немножко поговорю о кортизольном механизме. Любая физическая нагрузка – это стресс, это физиологический стресс. Что делает кортизол? Кортизол идет в мышечную ткань, расщепляют мышцы с образованием аминокислот. И из этих аминокислот либо строят новые структуры нашего тела, либо некоторые аминокислоты идут в печень. Печень из них делает глюкозу, это совсем, это неравнозначный обмен. Аминокислота – это очень большая ценность. А глюкоза, ну боже, ее везде полно, это не ценно. Но тем не менее, организм это делает. Поэтому, когда вы не позавтракали, но побежали на пробежку, проходку, то можете, я думаю, что может это происходить. Кортизольный механизм запускается, физиологический стресс запускается, и человек теряет мышечную массу. Боже, мы выбежали для того, чтобы ее наработать. Но ее можно потерять, ее можно потерять. Поэтому, если вы замечаете, что ваши нагрузки не дают какого-то большого, яркого, красивого эффекта, то попробуйте все-таки завтракать перед физической нагрузкой. Был такой момент, когда нам рассказывали о том, что есть понятие белковое окно. То есть, когда вы закончили физическую нагрузку, нужно сразу же, вот здесь же кто в залах занимался, мальчики приходили после зала в раздевалку, и тут же себе шейк делали, белковый шейк. То есть, задача была в течение первых 40 минут съесть что-нибудь белковое. Потому что объяснение было такое. Ты позанимался, мышечная масса растет через разрушение мышечной массы. То есть, ты сейчас и разрушил мышечную массу, иди съешь белковый коктейль, чтобы аминокислоты быстро пришли в кровь, и они быстро восстановят то, что ты разрушил. То есть, ты быстро восстановишь свою мышечную массу. Но вы знаете, что я бесконечно попадаю на различные нутрициологические курсы, и одни из нутрициологических курсов нам читали очень такие продвинутые ребята из Института Дружбы Народов, города Москва. В общем, мировое сообщество спортивное отошло от этой идеи, как от идеи нерабочей, этой идеи белкового вот этого окна. Поэтому давайте сконцентрируемся просто на еде. Не надо спрашивать, что есть перед тренировкой, что есть после тренировки. Сформируйте себе трехкратное питание. Если вы не можете доживать между завтраком, обедом, обедом и ужином, вам нужны перекусы, сформируйте себе перекусы. Пусть они будут низкоуглеводные, пусть они будут содержать какое-то количество белка. Просто полноценно нормально питайтесь. В течение дня останавливайте углеводные качели и развивайте вкус к физической нагрузке. И ваше тело не замедлится своими изменениями. А когда вы получите крутые результаты по телу, не забудьте мне отправить фотографию до и фотографию сейчас. Мы все вместе будем за вас радоваться. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!